вот два изображения дома как вы видите у них есть очевидное различие но для этой пациентки они выглядят совершенно одинаково дело в том что у нашей пациентки случился инсульт в результате которого у нее повредилась правая сторона мозга из-за чего она не осознает ничего что находится слева но хотя она и не понимала разницу между домами каждый раз когда исследователи спрашивали ее в каком доме она предпочла бы жить она всегда выбирала дом который не горел ее мозг все еще обрабатывает информацию из всего ее поле зрения то есть она видит оба изображения и различает их она просто не знает об этом если бы кто-то бросил мяч в ее левую сторону она могла бы увернуться но она не увидела бы мяч и не имела бы представления почему она это сделала состояние этой пациентки известная как одностороннее пространственное игнорирование демонстрирует важное различие между обработкой информации нашим мозгом и нашим опытом этой обработки этот опыт мы называем сознанием мы осознаем как внешний мир так и наше внутреннее я мы осознаем изображение примерно так же как мы осознаем себя смотрящие на это изображение или наши внутренние мысли и эмоции но откуда берется сознание ученые теологи и философы пытаются ответить на этот вопрос на протяжении столетий но они так и не пришли к единому мнению одна из последних теорий заключается в том что сознание это не совершенная картина мозга а его собственной деятельности основываясь на сенсорной информации мозг строит модели которые являются постоянно обновляемыми упрощенными описаниями объектов и событий в мире все что мы знаем основано на этих моделей но они никогда не охватывают все детали вещей которые они описывают а только достаточные для того чтобы мозг мог дать соответствующие реакции например одна модель встроенная глубоко в зрительную систему кодирует белый свет как яркость без цвета но на самом деле белый свет включает длины волн который соответствует всем различным цветам которые мы можем видеть то есть наше восприятие белого света на самом деле неверное и упрощенное но достаточно хорошие для того чтобы мы могли функционировать аналогично модель физического тела мозга отслеживает конфигурацию наших конечностей но не отдельных клеток или даже мышц потому что такой уровень информации будет просто лишним для планирования движений если бы у мозга не были модели отслеживающие размер тела форму это как она движется в реальном времени мы бы моментально нанесли себе вред мозгу также нужны модели самого себя например мозг обладает способностью обращать внимание на определенные объекты и события он также контролирует этот фокус переключая его с одного на другое внутреннее и внешнее в соответствии с нашими потребностями без этой способности направлять фокус мы не смогли бы оценивать угрозы целиться или вообще даже функционировать чтобы эффективно контролировать фокус мозг должен построить модель своего собственного внимания с 86 миллиардами нейронов постоянно взаимодействующих с друг другом практически невозможно чтобы модель мозга собственной обработки информации могла быть идеально самоописательной но как и в случае с моделью тела или нашим представлением о белом свете идеальность не обязательно наша уверенность в том что у нас есть метафизический субъективный опыт может исходить из одной из этих моделей мозга то есть из некой модели глубокой и сосредоточенной обработки информации ученые уже пытаются выяснить как мозг создает эту модель себя и исследование мрт в этом деле дают многообещающие результаты эти исследования сравнивают модели нейронной активации между теми людьми которые осознают и не осознают сенсорный стимул например изображение результаты показывают что области необходимой для визуальной обработки активируется независимо от того осознает ли участник изображения или нет но целая дополнительная сеть активируется только тогда когда участник осознает что видит изображение у пациентов с односторонним пространственным игнорированием как у нашей пациентки обычно повреждена одна конкретная часть этой сети более обширное повреждение сети может иногда привести к вегетативному состоянию без признаков сознания подобные доказательства приближает нас к пониманию того как сознание встроено в мозг но нам еще предстоит многое узнать например то как нейроны в сетях связанные сознанием вычисляет определенные фрагменты информации выходит за рамки наших современных технологий она по мере того как мы подходим к вопросам сознания с помощью науки мы точно откроем новые направления исследований человеческой идентичности есть животрепещущий вопрос напиши в комментариях подписывайся на канал и жди ответа